ребята всем привет сегодня я вам расскажу как я сдавал экзамен немецкого языка на уровень b1 я его успешно знал пришли уже предварительные результаты у меня b1 у нас из группы сдало 6 человек из 17 и я попал по балам в тройку лучших немецкий язык я изучал 7 месяцев начиная с алфавита до этого я никогда немецкий не учил в этом видео я не буду останавливаться на том как готовиться к экзамену я думаю что создам отдельный плейлист на своем канале и там уже более детально разберу методики которые можно применять и советы некоторые дам а сегодня только об экзамене как он проходил что меня спрашивали что можно делать на экзамене что нежелательно делать все это вы узнаете итак вы изучали немецкий язык рассматриваем тот вариант что вы находитесь на территории германии и настал тот день когда вам нужно поехать в школу какую-нибудь там и сдать этот экзамен в нашем случае мы проходили курсы в одной школе а термин на сдачу экзамена был назначен в фолькшуле которая находится в другом городе франкфурт одере если у вас возникнет такая ситуация первый совет это заранее поехать в этот город и поискать где находится эта школа первое вы сделаете приятную для себя прогулку посмотрите новый город и заодно уточните маршрут как вам туда двигаться зачем это надо если вы приезжаете в день экзамена а вы еще там никогда не были в этом городе неизвестно сколько времени вам потребуется добираться вы будете нервничать в навигаторе искать где же она находится а вдруг еще и телефон сел и навигации нет и вы не можете никому позвонить то как бы получается вы можете не попасть на экзамен следующий момент это внешний вид как одеваться на экзамен здесь в принципе все просто по одежке встречают по уму провожают но я не рекомендую одевать вам синтетическую одежду лучше всего это катоновая хлопковая одежда поскольку вы будете нервничать это естественный процесс будете потеть и вид в пиджаке с галстуком когда вам тяжело дышать когда вы там перенервничали три раза вспотели спина вся мокрая ну не самое лучшее поэтому оденьтесь аккуратно самую обыкновенную одежду оденьте естественно не надо одевать там затертые старые свитера вот на прюферов это никак не повлияет а вы выглядите лучше всего нормально естественно так как удобно для вам и так вы знаете уже где школа хорошо оделись с однокурсниками приехали в город не будете сдавать экзамен нашли школу и вы заходите в эту школу в нашем случае нам выделили две аудитории два класса первом классе вы оставляете всю свою одежду это курточка это рюкзак это все лишнее что у вас с собой есть не разрешается в аудиторию не будете сдавать экзамен брать никакие тетрадки ничего не забрать также я вам советую не пить много особенно кофе там шесть чашек по на подходе к школе пить не надо вы имеете право выйти на экзамене в туалет но у нас прюферы спрашивали кто-нибудь желает выйти если желает пожалуйста сколько надо времени мы подождем почему потому что если человек выходит в туалет то его обязан сопровождать прюфер и потом составляется протокол о том что вы отсутствовали в аудитории насколько это влияет на результат экзамена я не знаю по идее нет но все же поэтому много не пейте возьмите с собой бутылочку воды маленькую и будет все хорошо после того когда вы разделись заходите в аудиторию где сдаете экзамен где лучше всего сесть есть такая часть в экзамене как херен и это будет маленький магнитофончик аудио куда вставляется компакт-диск он стоит в какой-то части аудитории слева справа и самый худший вариант это сесть куда-нибудь на дальнюю парту на галерку поскольку вы будете слушать аудио вам нужно будет разобраться что там говорится определить правильный ответ вам нужно очень точно слышать если вы садитесь на заднюю парту то получается что подмешиваются шумы класса кто-то ручкой пишет кто-то листиком шумит кто-то там ногой где-то шоркает и это может создать лишние помехи также не стоит садиться в упор к этому магнитофону поскольку включают довольно таки громко и возможно звук вас будет глушить и вам будет тяжелее воспринимать информацию экзамен начинается с того что у вас попросят сдать телефон вы да обязаны занести в аудиторию телефон вам выдают конверты для отправки писем вы кладете туда телефон пишите имя фамилию запечатывайте и по окончанию экзамена вы получаете по своему аусвайзу по паспорту телефон обратно также у нас у одного парня попросили снять крупные электронные часы скорее всего это связано с тем что современные часы и связываются с телефоном а там может быть какая-нибудь и видеокамера и какой-то вибро ну сами понимаете кто-то стоит за дверью и подсказывает как правильно отвечать чтоб такой ситуации не было попросили снять часы и положить на край парты у меня были крупные механические часы я их также снял не дожидаясь просьбы и положил на край парты на парту можно поставить бутылку воды маленькая бутылочка 05 экзаменаторы попросили снять с бутылки этикетку этикетку отклеиваем и кладем на край парты вода стоит возле вас скорее всего это связано с тем что вы можете написать туда какой-то материал я не знаю что что там может быть текст какой-нибудь ну такая просьба была вот ну и конечно же вам надо с собой иметь паспорт по паспорту вас идентифицируют и допускают к экзамену вы проходите краткий инструктаж что можно делать на экзамене сколько длится каждая часть экзамена и хочу обратить внимание первые части идут хернс лезен потом шрайбен и вот эти все три части они делаются в первую часть экзамена у вас потом будет короткая пауза у кого короткая у кого подлиннее так вот если вы сделали быстро хернс лезен остается еще время то шрайбен начинать нельзя категорически нельзя если экзаменатор экзаменатор видит что время для хернс лезен еще не закончилось но вы начали шрайбен вас выгоняют с экзамена они об этом будут вас предупреждать то есть на шрайбен должна быть четко четко столько времени должно быть сколько предусмотрено экзаменом нельзя делать так что быстро послушал почитал и начал писать об этом мы немножко позже еще поварим первая часть это хернс задача состоит в том чтобы из 20 вопросов которые идут по аудио дорожкам сделать правильные ответы у меня есть такая вот табличка хернс дает возможность вам набрать максимальное количество 20 вопросов вы ставите крестики там будет по три варианта ответов вы ставите какой считаете нужным затем начинается часть лезен лезен дает 25 вопросов оценка экзамена это одно такое вот поле вам дают суммарно и хернс и лезен то есть общую сумму правильных вопросов максимально можно набрать 45 на b1 достаточно набрать 33 если вы не сдаёте на b1 то для 2 это 20 вопросов вот и по каждой части одна часть 2 3 выставляется суммарный балл хернс все очень просто это все то что вы делали на своих курсах все те же самые тесты ничего нового а возможно даже какие-то пункты попадутся вам в экзамене которые вы уже выполняли далее идет лезен вы читаете коротенькие тексты объявления определяете тоже куда что проставить нужно и таким образом выполняете лезен и потом начинается часть шрайбен вы подождали время экзаменаты сказали да можно делать шрайбен и у вас будет две темы между этими темами можно определиться и их какой-нибудь выбрать в моем случае была тема первое вы потеряли водительские права вам срочно нужно получить новые вы пишите e-mail вы хотите уточнить там какие-то детали фотография как этот экзамен проходит и по моему нужно обосновать зачем вам срочно нужны эти права и второй вариант вы нашли объявление по моему про работу и нужно уточнить детали об этой самой работе в плане шрайбена я даю такой совет выбирайте тему где можно более вариативно писать есть например плоский там задать вопросы к объявлению это плоская или вы потеряли водительские права нужно обосновать почему а в этом обосновать можно уже как говорится написать все что угодно и так и так и так и тем самым вы набираете нужный объем символов и выполняете шрайбен после того когда вы выполнили херенс лезен и шайбен всех просят выйти из аудитории и перейти в тот класс где находятся ваши вещи после этого вам раздадут списки пар для шпрехенов у нас получилось так что мы планировали пары сами то есть хотели вот тут с тем то и вроде бы как этот список был передан даже в школу где мы будем сдавать экзамен но оказалось так что нас перетасовали на усмотрение фолькшуле и пары не совпали кроме одной вы находитесь в аудитории и просят зайти первую пару и начинается экзамен шпрехен шпрехен состоит из части нужно представиться рассказать откуда вы приехали кто по профессии это классический список в интернете вы найдете он всегда есть и все эти вопросы всегда нужно о себе рассказать но сразу скажу что на шпрехене экзаменаторы не будут вас слушать до самого конца весь вот этот выученный текст они максимально быстро вас будут выводить на поговорить а давай поговорим и по мере того как вы будете рассказывать о себе они будут задавать какие-нибудь вопросы говорите там о стране могут спросить а в какой части страны находится ваш город остались ли там ваши родители откуда вы приехали живут ли ваши дети с вами кто за ними смотрит ну и прочее у меня кстати партнера не было у всех были у меня не было вот я сам перед периферами сидел и шпрех партнерами были мои экзаменаторы следующая часть это описать картинку вам дают например картинку комната там сидят например мама папа ребенок и бабушка вот в моем случае как описывать картинку самый прямой вариант это сказать я вижу четыре человека на картинке они там в синих штанах желтых футболках это худший вариант лучше всего описывать от общего к частному то есть на картинке есть комната комната большая комната светлая в этой комнате находится четыре человека они смотрят телевизор или там листают какой-то альбом и выглядят счастливо при этом описание картинки не нужно делать буквально то есть вот перечислять предметы слева справа вот тут вот тут очень привет приветствуется когда вы выходите из плоскости картинки и начинаете как бы а я считаю что они вчера гуляли в парке у них хорошее настроение сегодня они там делают это планируют на завтра еще вот то то есть вам нужно не буквально описывать картинку а показать вашу возможность так вот думать и что-то придумывать то есть если идет например парк идет женщина пожилая женщина и женщина помоложе самый банальный ответ это мама это дочка они гуляют в парке можно сделать более красивый вариант можно сказать что эта женщина учила немецкий язык три года назад это ее учительница они сегодня встретились запланировали прогулку по парку они идут вдоль озера по дорожке и они хотят купить мороженое то есть сразу выходите из плоскости и немножко расширяйте тот объем который видите тем самым вы будете показывать владение немецким языком и экзаменаторы к этому будут относиться положительно дальше идет часть о чем-то договориться с партнером как я уже сказал у меня партнера не было поскольку в группе это нечетное количество людей и меня отдельно написали последней строчкой я очень долго ждал пока зайду в аудиторию и у меня был партнер экзаменатор ну конечно в конечном счете они вдвоем были моими партнерами у меня попался вопрос мы должны организовать поездку куда-нибудь я хотел сделать поездку в Италию я сказал мы хотим с удовольствием поехать в Италию рюкеры сказали нет вот в задании написано по моему поезд автобус еще там чего-то то есть подразумевается что близко но я хотел сказать что мы сначала поедем поездом потом полетим самолетом но попросили выбрать другую локацию я выбрал Берлин нет проблем сказали окей едем Берлин и здесь очень хорошо показать владение знанием на форталь нахталь плюсы минусы на курсах у это проходили то есть автобусом ехать долго это плохо нас много мы в автобус не поместимся мы хотим ехать поездом это быстрее это дешевле когда я сказал что поездом лучше ехать меня экзаменатор спросила а какой билет мы будем покупать этот вопрос подразумевает что вы знакомы с германией вы уже перемещались где-то поездами и знаете такое что есть групповой билет я сказал мы купим групповой билет на каждые пять человек соответственно нам нужно три билета это дешевле и нам лучше будет добираться но потом пошли вопросы а куда мы пойдем мы пойдем музеи а где мы будем спать мы будем в отеле в каком отеле в отеле который мы заказали в интернете заблаговременно но нас же много мы все не поместимся ответ очень простой в Берлине очень много отелей то есть по мере того когда вы будете разговаривать вам будут подкидывать такие миниатюрные вопросы какие-то мини задачки очень легкие если вы понимаете экзаменатор вы без проблем ответите это нужно для того чтобы понять владеете ли вы немецким или все-таки какие-то там заученные тексты с собой принесли также очень рекомендую пользоваться коннекторами хотя экзаменатор и держит лицо без эмоций но можно понять что да как бы коннекторы это важно и не прямо так молодец сказал коннекторами пользуемся и пользуемся глаголами которые требуют зиг для этого не нужно абсолютно все зубрить коннекторы и абсолютно там все лаулы с зиг достаточно уверенно знать два-три коннектора и несколько лагулов ну три-четыре вполне достаточно это показывает о том что вы да все таки соответствуете b1 и вы не аварите максимально простыми предложениями а можете строить сложно подчиненными предложениями потом еще такой совет например попадается тема покупка подарка вы собираетесь на свадьбу на день рождения там еще прочее я рекомендую изначально выбрать что-то нереальное то есть мы в группе например выбрали мы купим большой холодильник зачем это надо нельзя договариваться сразу то есть один предложил а второй я герны опять предложил партнер второй я герны как бы туда-сюда за минуту уже о всем договорились вам нужно время поговорить и предлагая нереальный подарок огромный холодильник здесь получается разветвленность для темы можно сказать что а нам же нужно будет заказать элькови грузовик а у нас нету денег а мы должны пойти в шпалькассу взять кредит или я должен попросить там а может холодильник это не самый лучший вариант а давай мы еще там что-нибудь подумаем то есть изначально дается то что вы не будете выбирать вы это обсуждаете почему нет и предлагаете еще одну две позиции на которые вы уже согласитесь со своим партнером в принципе это наверное и все я еще хочу сказать о такой штуке как страх довольно интересно поскольку часто бывает что во время экзамена выходит сильный ученик после экзамена и говорит ой как было тяжело это капец меня там сильно спрашивали это очень сложно а все кто а все студенты которые ниже по уровням сразу ой-ой-ой ему было сложно все нам вообще капец будет здесь есть такой момент человек выходит и начинает рассказывать почему было тяжело но он же не может выйти сказать а там вообще там легкотня там все я прямо там все решил он хочет показать о том как он старался о том какой он молодец но так чисто психологически для себя что я выполнил сложную работу и я с этим справился поэтому когда кто-то в группе начинает рассказывать что экзаменаторы сильно спрашивают они там относятся как-то строго это неправильно экзаменаторы совершенно понимают уровень немецкого языка по сути ну такой начальный базовый язык они понимают что вы приехали с другой стороны что вы его учите экзаменаторы абсолютно дружелюбны в ихнюю задачу также входит разблокировать студента если вот там завис да вот думает думает где-то застопорился ему начнут подсказывать задавать какие-то там наводящие вопросы у меня было такое что я в одном моменте застопорился то есть мне задали вопрос я хотел красиво ответить и забыл слово можно смело экзаменатором говорить я забыл слово нет проблем вам или как-то перефразируют или просто вы поедете дальше начнете дальше рассказывать поэтому не бойтесь все будет хорошо потом есть еще один такой совет как в части где вы о себе представляетесь вы можете заблокировать пункт на который вы не хотите отвечать мне например был некомфортный пункт про работу поскольку это прошедшее время нужно вспоминать что делал там как там это и я не хотел сильно развиваться мне было интересно на другие пункты поотвечать вы можете говорить это приватная информация вот а где-то вы замялись где-то вы чувствуете что вы чуть-чуть слабо вас спрашивают откуда вы приехали там расскажите о своем городе вы говорите это приватная информация у меня там какие-то воспоминания я не хочу рассказывать это мы расскажите о работе это приватная информация я не могу об этом рассказывать они окей все едем дальше это нормально поскольку у человека есть право на приватную информацию если вы об этом говорите то скорее всего этот пункт будет пропущен так что можете пользоваться ну все вот так вы сдадите экзамен вы будете выходить скорее всего вам не разрешат остаться в аудитории выходите на эргиш лез на нулевой этаж забирайте свой телефон и уходите результаты экзамена приходят приблизительно через пять-шесть недель в школу где вы заканчивали курсы для БЭДИМ поэтому не стоит стоять под дверью и ожидать что вам прямо сразу скажут результат экзамена результаты будут известны значительно позже можете спрашивать в своей школе на этом я думаю все я на своем канале создам отдельный плейлист который будет касаться немецкого языка Германии туда я планирую добавить еще несколько видео о том как готовиться к каким частям возможно кому-то будет интересно посмотреть для того чтобы найти плейлист нажимайте на название моего канала попадает закладочка плейлисты и там можете поискать на этом все спасибо за просмотр если есть какие-то дополнительные вопросы оставляйте в комментариях по возможности я буду просматривать и отвечать на ваши вопросы пожалуйста